С плиточкой сразу что-то не задалось. Вы живете под аркой? Под Кремлем. Подождите, вы живете вот там. Огромная территория, где вообще ничего нет. Все заборы такие ржавые и страшные. Вообще-то это все не выглядит, как будто это год назад сделали. Нет ни одной урны, поэтому мусор просто есть еще везде. Уже начало все это промывать, куда-то грунт начал проваливаться. Здесь хорошо видно, что уже все разломано. Это у нас улица Покровская, главная пешеходная улица Нижнего Новгорода. И вот этот участок, его как раз переделывали. Чемпионату мира по футболу. Значит, что здесь делали? Во-первых, они привели в порядок фасады. Ну как, привели, подкрасили, подштукатурили, ввели дизайн-код. То есть убрали всякие вот эти вот яркие вывески. И самое главное, они здесь уложили плиточку. С плиточкой сразу что-то не задалось. Ее несколько раз перекладывали еще до чемпионата. Ее уложили в прошлый весной, первый раз. Она сразу начала разваливаться. В общем, с плиточкой все было грустно. В общем, они постарались здесь навести порядок. Подкрасили головные фасады, выходящие сюда. Больше, конечно, ничего они не сделали. Загломить бы эту речку, Просломать бы все мосты, Просогнать бы этих нефов. Ветер поднял настоящую пылевую бурю. Прямо как, когда показывают какие-нибудь арабские страны, Такая стена из песка надвигается. Я вот на Покровской улице подумал, что дождь начался на горизонте. Но нет, это просто пыль. С этого места, кстати, от Кремля, если вокруг Кремля пойдете, Открывается потрясающий вид на стрелку и на закаты. Нижний Новгород считается столицей закатов. Здесь самые красивые закаты в России. И ловить их нужно как раз гуляя вокруг Кремля. Вот там находится стадион, который построили к Чемпионату мира по футболу. И здесь у нас слияние Волги, она правее. И Аки, она вот левее. И собственно стадион построили на стрелке, на месте слияния Аки и Волги. Моя там, моя вотчина. А вы живете в Нижнем Новгороде, да? В смысле, вот в этой... Подаркой. Вы живете под аркой? Под Кремлем. Серьезно? Серьезно. Да ладно. Подождите, вы живете вот там. А вас не прогоняют оттуда? Снизу подняться трудно. И спуститься трудно. Понятно, а как вы так оказались, что там? Домой ехать неохотно. А откуда вы? С Иваново. С Иваново? А, ну здесь получше в Иваново. Вечем закаты красивые, да? У вас место такое шикарное. Нет, тут все видно, что у него происходит. А чем вы сейчас занимаетесь? Помогаю в церкви. Они вас кормят там, да? Да, так прошу, стою нахрен. Что, прямо действительно там живете, да? Как туда пройти? Я вижу, да, не, вот отсюда мне видно, да. Да, слушай, здорово. Ну может что, вечерком зайдем с тортиком? Вот так вот, блин, офигеть, человек живет прямо под Кремлем. Ну вот, собственно, набережная, которую сделали к Чемпионату мира по футболу. Раньше она была обнесена знаменитым синим забором, а теперь здесь набережная. Пока ничего не изменилось, деревьев не прибавилось. Хорошо видно, что из-за того, что они все криво положили, уже плиточка начинает потихоньку разваливаться. Вода с нее не уходит. Сегодня выходной день, поэтому здесь много людей, но по-прежнему здесь особо нечего делать. То есть это еще одна проблема общественного пространства, то, что его не насыщают смыслами. Огромная территория, где вообще ничего нет. Стоят какие-то на солнце неудобные лавочки, сделана такая типа велодорожка одна, и все. Ну да, окей, можно туда-сюда гулять, но больше ничего не сделали. Они даже, кстати, не решили нормальную проблему с какими-то павильонами. Здесь заходите купить воды, да, вот стоят только эти вот мороженицы под какими-то стремными зонтиками. Странно, что прошел год, и они до сих пор не подумали сделать какие-то стационарные красивые павильоны, где можно будет, не знаю, что-то купить, поесть, посидеть. Опять же, очень показательно, вот так вот выглядят туалеты. Вспомните, я показывал новую набережную, которую сделали в Варшаве, и насколько там все было круто сделано. Они там сделали туалеты нормальные, они сделали душевые, они там сделали хорошие детские площадки, они там насыпали песок и сделали там пляж, на котором летом можно на солнышке там на шезлонгах полежать, позагорать, тут же там душ и все остальное. Набережная в Варшаве это то, как нужно делать такие пространства, набережная в Нижнем Новгороде это то, как такие пространства делать не нужно. Нижегородская загадка. Урна папа и урна сын. Малыш урны еще не подрос, но скоро подрастет. И вот очень хороший пример, напоминает набережную в Тюмени, где тоже они не продумали, что должна быть какая-то торговля, поэтому все стоят с этими пердящими электрогенераторами. Вот здесь он на цепи и все вот эти вот точки шумят здесь. Здесь у нас собственно стадион, вокруг все залито асфальтом. Кстати, вот в отличие от Калининграда, где они вокруг стадиона все заложили плиточкой и все это провалилось, здесь вроде, по крайней мере, с виду ничего не провалилось. Немножечко заржавели заборы все, их почему-то как-то плохо покрасили в свое время и годы они не продержались. Поэтому вот у нас тут все заборы такие ржавые и страшные. Здесь раньше была промзона, которую всю снесли, оставили только вот несколько этих конструкций от выставочных павильонов. Здесь до революции выставка была, вот нескольких конструкций они остались, а больше ничего нету и здесь сейчас планирую делать какое-то модное благоустройство, а пока вся территория она за забором. Да, ну вот и заканчивается набережная как раз, что дальше пройти нельзя, при этом заканчивается как груз. Почему-то по какой-то непонятной причине все заборы полностью заржавели. Вообще-то это все не выглядит, как будто это год назад сделали. Мы идем по той самой знаменитой набережной, где ничего нет, они как изначально ничего не сделали, но так до сих пор ничего здесь не происходит. Но люди так от безысходности гуляют, потому что гулять больше нет. Кстати, вот очень странно, они этот забор расположили, они его сделали не на парапете, чтобы можно было там на воду посмотреть и к воде подойти, они его сделали в двух метрах. И вообще смотрится это все очень странно, непонятно кто это проектировал. Самое главное не понятно, что с этим будет потом, зачем вот эти огромные пространства нужны. Год назад это все сделали, и оно уже выглядит какими-то грязное, заброшенное. Все расписали этими граффити. Совершенно бесполезное место, бесполезная территория. Лучше вообще здесь ничего не делали. Я не думаю, что это как-то нужно было болельщикам год назад, но тем более-то сейчас никому не нужно. Как тебе благоустройство здесь? Слушай, вот мы только что сидели и вспоминали твой прошлогодний ролик про эту набережную, и благоустройство просто, ну, его нету. Так, а почему ты сюда пришел? Потому что давно здесь не был и хотел вспомнить, может быть... А, что-то поменялось. Ну, типа того. И не поменялось ровным счетом ничего. Даже мусорок тех самых, которые я вспоминал в том году и до сих пор нет. А на стадионе за последний год что-то вообще происходило? На стадионе играет наша местная команда. На нее же ходят там тысячи человек. На нее ходило очень много народу первое время в качестве просто экскурсии. Потому что стадион, это круто, на нем просто интересно побывать. Со временем, соответственно, игры людям нравится перестали, потому что команда говно, народу все меньше и меньше. Была первая игра, по-моему, в марте. По фоткам на 40-тысячном стадионе, может быть, было пару тысяч человек, может, три тысяча. Но это позор и очень грустный. Знаменитые непонятные лавочки, которые они поставили вдоль этой стены. И люди на них сидят, потому что вообще больше сидеть негде. Но они уже тоже все-таки покосились, их не покрасили, они тоже начали как-то разваливаться. Нет ни одной урны, поэтому мусор просто есть еще везде. Кстати, интересно, все эти кусты, они погибли или что с ними? Тут, видимо, должны были быть какая-то красота, но красоты здесь нет никакой. Мы нашли урну, мы нашли урну, это успех. Это то самое, кстати, знаменитое, это строительное ведро, которое забыли здесь год назад, оно до сих пор стоит. Паша жалуется, что нет урны, ну как же нет? Вот урна, вот Паша, тебе должно быть стыдно. Ведро из-под краски, ну а что вы хотели? Удивительно, что люди не воруют, вот надо всегда искать позитив. Образительно, люди не воруют, ведро больше года здесь стоит, и более того, больше года его даже, судя по всему, не убирают это ведро. Оно живет своей жизнью, это единственная урна на всей набережной. О, тут сохранились эти раритетные урны для раздельного сбора мусора. В Нижнем Новгороде обычные просто бетонные урны, которые у них были, покрасили в желтый и зеленый цвет. Подразумевается, что в желтую надо было класть те отходы, которые можно перерабатывать, а в зеленую все остальное. Но вот эти вот урны сейчас везде остались, конечно, по делу их никто не использует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вот эти вот лавочки и зоны отдыха, я опять же в прошлом году их снимал, как только их сделали. Но есть основная претензия, что они зачем-то сделали здесь вот эту вот штуку из пластика, которая начала сразу раскалываться, и она продолжает. Ну и во-вторых, вот сами они уже тоже подоблезли. Когда делают многие элементы благоустройства, то не думают, как потом это все эксплуатировать. Из-за этого все очень быстро приходит в негодность, выглядит так вот неряшливо, заброшено. Хотя, казалось бы, прошел только год, а это уже вот в таком состоянии. Они, когда этот парк делали, не успели сделать, ну и сейчас не доделали, например, нет нормальных спусков к воде. Здесь хорошо то, что они не убрали все эти камыши и зелень, то есть такой естественный берег, но почему-то нет ни мостиков, ни пирсов, то есть к воде нельзя подойти, нет такого контакта с водой, какой мог бы быть. Хотя изначально в планах это предполагалось, они не успели к чемпионату, но поскольку чемпионат прошел, уже забили и так и оставили. Уже началось все это промывать, куда-то грунт начал проваливаться. Уже эти палки они отламывают от сидушек. А здесь у нас были зеленые посадочки. Они что-то посадили, сейчас посмотрим, прижились ли эти деревья. Это ива, и у нее только вот на верхушке что-то такое зеленое. Ветки, которые умерли, они у нее отвалятся, останется, она будет такая не очень красивая. Дерево с большим трудом выжило. Да, вот из всего куста, только внизу распустились почки, а все основное погибло. По звуку это полностью высохшее дерево. Соснам больше повезло, сосны живучие оказались. Инспекция по березкам кое-как выжила. Здесь вот как-то да, здесь распустилось. Это наполовину, то есть нижние ветки сдохли, а верхние нормально. Это тоже распускается. Здесь березки прижились, здесь можно порадоваться. С урнами какая-то происходит странная история. Они сначала сделали глупость в виде вот этой велодорожки, то есть это велодорожка. Естественно, велосипедис не ездит по велодорожке, а люди по ней ходят. В общем, здесь все перемешано, но тем не менее, они хоть как, чтобы разделить потоки, решили воткнуть по центру урны, которые все уже поломаны, что-то гнут, и с ними какие-то странные вещи происходят. Здесь хорошо видно, что будет, если не продумать тропинки. Народ за год протоптал. А, вот это, собственно, то, что с этим пластиком становится. Здесь хорошо видно. Они сделали всю вот эту вот пластиковую, из пластикового этого дерева. Его проблема в том, что он очень быстро ломается. Из него вообще нельзя ничего делать. Оно дешевое и, конечно, так соблазнительно быстро все вот это вот им вымостить. Но здесь хорошо видно, что уже все разломано. То, о чем я, кстати, в прошлом году и говорил, что через год все поломается. Видно, что люди, кто все это дело рисовал, они посмотрели какие-то журналы, посмотрели какие-то книги. Просто его некачественно сделали, и оно все скоро развалится. Вот из этого материала делать вообще ничего нельзя. Он ломается очень легко. То есть это такой, как жесткий пластик, какие-то композитные панели непонятные. Но правильное в том, что они очень быстро портятся на солнце, ломаются. Особенно, когда они здесь ездят на самокатах, на роликах. Плюс здесь все это еще в конструкцию повело. Вот они вместе сошлись и начали трескаться. Теперь повсюду вот такие вот ямы. Здесь, опять же, кстати, очень странное решение, как они сделали вот эту вот лавочку. Потому что обычно хочется сидеть и смотреть на воду, а они как-то от воды повсюду загораживаются. Что вот мы на набережной вдоль стадиона гуляли, где в двух метрах от конца набережной от воды поставили забор, чтобы ты ни в коем случае близко на воду не посмотрел. Что здесь все благоустройство, никаких подставов к воде нет. И здесь такая вот большая лавочка, которая почему-то такая спиной к воде. Хотя хочется сидеть, наоборот, и на воду смотреть. Я там вот жаловался, что не продумали спуски к воде, но народ сделал сам. Сделал сам. Во-первых, сделали спуск, я так понимаю, это школа, наверное, какая-то. Во-вторых, здесь сделали спуск к воде такой самостоятельный. То, до чего не додумались архитекторы, сделали люди сами. Вот, и здесь такой вот самодельный пирс. Вот это, собственно, то, что должны были продумать и сделать нормальные архитекторы. Но они по какой-то причине этого не сделали. А то здесь у нас покрышки валяются, покрышки, пакеты, какую-то кучу мусора. И видно, валяется все это дело давно, ничего не чистили, ничем не занимались. Загломить бы эту речку, Просломать бы все мосты, Разогнать бы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...